Я жду, когда народ придет. Дело нашего сегодняшнего семинара, доклада моего, это вы читаете разбор ошибок при продаже монтажа электролин-систем. Это будет не кандидатский доклад. У меня нелегкая задача, я выступаю после кандидатов наук. Я буду подходить вам, все рассказывать с точки зрения как инженера, как и маркетолога. Попробуем новую науку, инженерный маркетинг. Снимем лапшу с ушей и подумаем, как избежать ошибок. И как на этом заработать, это же бизнес-форум, правильно? Этот доклад будет полезен именно, если вы строите семейные бассейны и хотите с помощью электролиза привлечь нового клиента. Ладно, поехали. Кто я такой? Меня зовут Илья Востротин. Я технический директор и разработчик компании «Полтроник». Судьба меня завела в интересное дело. Это разработка системы автоматизации электроники. Так как я этим занялся плотно, я сам себя загнал в угол. То есть мне пришлось съесть все ошибки, все проблемы электролиза. Поэтому я хочу с вами поделиться, чтобы эти ошибки не совершали вы. Также представляю здесь команду, команду единомышленников. Мы занялись этим проектом, в частности, системы «Полтроник». Четыре года назад два года отрабатывали на себе, на семье, на своих бассейнов. И только в прошлом году мы начали активно продвигать. И уже в 2021 году мы с нами подружились 38 компаний. Здесь есть некоторые фотографии. Очень многие получили демонстрационные стенды, но фотографии не прислали. Если бы прислали, то были бы ваши фотографии. Идем дальше. Система работает. Ничего, что я так хожу. На месте не стоим. Система уже работает у нас четвертый год. Поэтому можно говорить, уже делать какие-то выводы. То есть тут фотографии объектов, где наша система установлена. Электролиз в бассейнах очень, скажем так, непонятная штука. Она появилась на рынке России в 2007 году, где-то завезли эти системы. Она обросла мифами. Сначала думали, что система без хлора. Потом появился гидролиз. Потом хлор-генератор, гидроэлектролиз. И вся аудитория бассейнчиков разделилась на три категории. То есть есть те люди, которые попробовали, плюнули, сказали, не годится. Есть люди, которые попробовали, разобрались, сказали, да, здорово, мы работаем с этим. Но есть как бы категория новичков, которые смотрят на это дело, смотрят... Сегодня был форум, я со многими разговаривал, и как все друг другу спрашивали, ну что ты ставишь, как нормально. И уже начинаются делиться друг другу проблемами. Я и сам сегодня много чего нового узнал. Поделюсь с вами. Давайте вообще поймем, зачем мы как бы этим... Мы занимаемся этими системами. Мы будем вынуждены этим заниматься, потому что все с Европы, с Америки идет к нам. Электролизом... Электролизные системы в США, в частных бассейнах, это 70% рынка. То есть, американцы любят эти системы, ставят. Это по данным журнала Аквамагазин. В Австралии, по данным Ассоциации Спаса, 50%. В России, я сам наблюдаю, то есть в 2020 году есть исследование в журнале Банбас, где проводились запросы у владельцев бассейнов. В России 9% в частном секторе стоят системы электролиза. Потом мы с чатом бассейнового рынка делали, да? Да, делали. В прошлом году выяснили, что это уже рост 15%, но это практически 70%. Давайте сначала начнем со слухов. Потому что я подписан практически на все ваши инстаграмы, смотрю, как торгуете. И как бы в уши трубочку заворачиваются. Кто-то говорит, что это система без хлора. Ура! Кто-то говорит, что это питьевая вода. Вообще здорово. Кто-то говорит, что вся дисинфекция работает только на соли. Тоже полправды. Кто-то говорит, что не пахнет хлором. Ну, я так раньше говорил. Теперь могу сказать, что если передозируете, то будет у вас пахнуть. Тут рассказывали, что такое электролиз. Это из соли добывается у нас. Хладновательная кислота, которая влезет дезинфектом. Которая делает, обеззараживает воду. Про дезинфекцию на соли. Да, соль является отличным антисептиком. Ваши бабушки и мамы солят огурцы, и ваши огурцы не портятся. То есть оно подавляет гнилостные бактерии. Соли также не растет в наши пресноводные водоросли из рек и озер. То, что кто-то пишет, что это морская вода. Ну, отчасти, то там нету солей магния и калия. Нету медуз. Так что нельзя назвать это морской водой. Но клиента можно как бы вести, сказать в полу правду. Да, у вас будет морская вода. Про не пахнет хлором. Если вы сделаете мощную передозировку, то у вас запахнет. Но за что мы любим систему электролиза, да? То есть у нас нет красных глаз. Проблема. Нету проблемы раздражения сухости кожи. Нету. У нас запаха хлорка, как в общественном бассейне. То есть это запах хлоробина. Он подавлен. У нас мягкая вода. Отличная кожа. Женщины любят, обожают эту систему. Ну и самое главное, сегодня я познакомился с владельцем трех грудничковых бассейнов. Он рассказал, как меня задолбал таскать калистры с хлором. То есть я задолбался их покупать. Я задолбался их транспортировать. Вся одежда испорчена, транспорт испорчен. Где там надо хранить? Боюсь, что калистры лопнут. И как бы для меня это решение. Идем дальше. Что еще мы скажем? Женщины обожают соленую воду. У меня жена, три дочки. Все они просто фанаты этой системы. Я еще раз сказал, что я пробую на своей семье. Все мы любим соленую воду. Для этого мы едем, опять же, на море. Это здоровье. В воду, в ванной мы добавляем соль. Для того, чтобы получить ионную соль, чтобы у нас не было депрессантра, расслабления. Ну и вообще, в принципе, человек у нас соленый. Даже медицинские препараты, ну физраструктор, сколько вы знаете, он тоже соленый, который нам вливает кровь. У нас соленое все. У нас соленые глаза. У нас соленые слизистые носа. У нас соленые сопли. Это все как бы известный факт. Потому что человек из-за лычки вышел, как говорят в системе эволюции, он вышел из воды. Поэтому соленая вода гораздо нам ближе и обездоровее. Даже сейчас в Москве очень популярны салоны флаттинга, где можно за деньги полежать в соли. 3000 рублей в час. Девочки покупают. Вот для чего это я вам все рассказываю. Чтобы вы поняли, что когда мы продаем все электролизы, мы давим на что? Ой, нехороши тем, что там нет запаха хлора. Ой, нехороши тем, что не надо таскать химию. Но мы не видим очевидных вещей, что самое главное во всем мире акцент идет на соленую воду. Что сама соленая вода себе полезна. Также в системах продаж у вас для ваших менеджеров появляется новая точка принятия решения для клиента. Обычно мы как клиенту говорим? Какой вам бассейн? Уличный или наружный? Композитный или бетонный? То есть мы выбираем материалами. Теперь вы можете поставить перед клиентами. Ваши менеджеры могут поставить вам какую воду? Пресную или соленую? В чем разница? Насколько вы знаете, что если вы в нос наберете тоже соленой воды, то у вас ничего не будет. Даже промывки носа все делом на соли. А если вы в нос наберете пресной воды, у вас будет ожог. Ну, у меня, допустим, проблема. Я этот наркоман, этот капельный, знаете, в свое время я сел на каплях и уже сжег слизистую. И мне сказал доктор, вот морская вода, соль, заливайте в нос и только так, если я вылечу. А чем слили? Ну, как же. Афтезин. Афтезин. Афтезин, дорогой. Что? Погодите, мы сравним. Афтезин, ты я на нем сидел. А в бассейне пресная вода. Это разные вещи. Это моя маленькая боль. Так, кликер. Ну, хоть погуляю. А, пусть организатор работает, да? Давайте хоть это... Это же первая выставка, где мы заплатили за вход. Да? Все охренели. Это же надо говорить, да? Александр, молодец. Формулу я все убрал. Если вы хотите, как бы, формулу, есть большой вебинар, где-то я вам все рассказываю. Поэтому я упрощенная. Ко мне подходят на выставке, говорят, ну, зачем эти системы электролиза? Ведь там то же самое химия, что в канистрах. На самом деле нет. Что мы имеем на выходе, ну, из этих систем электролиз? То есть мы имеем... Давайте сначала про канистры. Канистры у нас... Что там? Гипохлорид натрия 14% обычно. Вода 85%, то, по сути, в канистрах это вода. И гипохлорид в канистрах это отличный продукт. То есть это продукт для общественных бассейнов. Там, где у вас высокая нагрузка, где приехал автобус грязных школьников, и срочно нужно вылить в ведро хлора. Отлично работает. Но если у вас клиент покупает семейный бассейн, то там другая история. У вас вырабатывается сразу хлорноводистая кислота, минуя стадию гипохлорид натрия. Соляная кислота и щелочь, которая обеспечивает чистые стенки бассейна, убирается лись. Но самое вкусное, это здесь водород. Водород в Японии с 2016 года признан медицинским газом. У нас была такая проблема. То есть, когда мы поставили станции, у нас датчики ретокс начали шарить. Наверное, в этом всем рассказывали. Датчики ретокс шарят, показывают отрицательный ретокс. Мы не могли понять, в чем дело. Я связался с американским профессором, нашел в интернете. Человек пишет книги про пассейн с соленой водой. Говорю, вот такая история. Мы ставим нашу систему, у нас ретокс шарит. Дело в том, что у вас вода насыщена водородом. Водород реагирует с платиной. Получается эрозия, датчики ретокс ума. Вам нужно ставить датчики на золотой основе, датчики ретокс на золотой основе. Это вам как бы первая ошибка, горькая, которую я испытал, когда ставил обычные датчики, и они шалили. Есть еще на рынке такое понятие, как гидролизные установки. Это чисто маркетинговое дело. Мы называем гидролизные. То есть это гидро, здесь понимается вода. То есть у нас повторно идет разложение воды. То есть обычно, если мы воду возьмем пресную, подадим туда напряжение на пластинах, то будет у нас что? Кислород и водород. Поэтому в данном случае, когда, допустим, в системе пултроник, у нас констрация соли понижена. И на пластинах вырабатывается кислород и водород. То есть у нас получается удвоенная зона водорода. А как я и сказал, что водород – это медицинский газ. В Японии используются водородные ванны. Женщины японские лежат как продукт антистарения. Это тоже вы можете использовать в своих консультациях с клиентом. Поехали, мифы следующие. Когда начали продавать эти системы, все говорили, о, отличная система, забудьте про расходники. Другие говорят мне, мы не будем продавать электронные системы, потому что мы зарабатываем на химии. У нас есть система дозации, система химии – это постоянные деньги. Я вас тут обрадую. Расходники есть. Но нужно ставить их, и как бы не так часто. У нас в системе стоит пластины. Что такое, если я представляю пластины? Это титан. Титан покрытый драгоценными металлами, окислами, иридией, и орудением. Вот здесь прекрасно написал, царапать нельзя. То есть если вы их поцарапаете, то выведите их из строя. То есть ресурс этих пластин где-то 5 тысяч 8 часов. Я рассчитывал, у меня есть в системе счетчики, то есть сколько их часов нарабатывает. То есть вот за год бассейн круглогодичный, семья, 6 человек, бассейн 30 кубов, они купаются, причем вода на 35 градусов, они накатали 2000 часов. То есть примерно, я так понимаю, что эти пластины нужно будет менять через 2-2,5 года. Пока мы еще не поменяли ни одной. Это как менять колеса. Когда вы меняете зимние колеса раз в 2 года, или раз в 3 года, то есть вы, это делать очень редко. Так и здесь. Вы также будете зарабатывать, продавая эти системы-расходники. Кстати, одна из ошибок, это покупать системы электролизные, не зная, где вы потом купите пластины. То есть вы купили где-то установки, появились на рынке, вы не купили. Прошло 2 года, вы начинаете искать пластины, а пластин нет. В этом случае клиент может вас, так сказать, раньше если он проклянет, поругает. Потому что, где брать пластины? Демонтаж системы, что ли делать? Многие не понимают, что соль добавляется прямо в воду бассейна. Некоторые думают, что она где-то отдельно, где-то в какие-то контейнеры, не соль, мы прямо растворяем, как правило, берем обычную соль, я даже беру пищевую соль, главное, чтобы она была чистая, соль без добавок йода, и добавляем, в витрируем, и растворяем прямо в бассейн. Концентрация, получается, если бассейн 10 кубов, значит 20 кг, если 100 кубов, значит 200 кг соли. Как уже было сказано здесь раз, что соль на электролиз не расходуется. Это круговорот солью в бассейне. То есть, что у вас происходит? У вас происходит дезинфекция, электролиз, потом идет, у вас, вот оно здесь все происходит, распад обратно на ионы и ходится по кругу. Естественно, у вас есть некие хлорамины, которые, часть их удовлетворяются, часть мы с ними боремся. Я думаю, что сегодня вам рассказали много историй, как бороться с хлораминами. Но есть маленький факт, что соль у нас теряется. Теряется на где? На обратной промывке, теряется при банальном расплескивании. Детишки купаются, все расплескивается, соль теряется. За этим нужно следить. Обычно хорошая система, есть система контроля за солью. Следующий слайд. Ваши есть? Конечно, есть. Я же так буду, мне же не разрешаю так прямо активно рекламировать. Я так, видите, раз слайд вставил, раз нет. Тихонечко. Миф номер четыре, что электролиз отходует киловатт электроэнергии. Это не так. Я специально замерял. То есть, право-французская система у нас, допустим, от 20 до 100 кубов. Система потребления 40-80 ватт. Это как лампочка. Работает система 6 часов в сутки в среднем, поэтому это все потребляет меньше холодильника. Так что клиент большой счет не получит за витричество. Ошибка при продаже. Это классическая ошибка. Это недобор мощности. То есть, продавцы не спрашивают у клиентов, где будет стоять. На улице или на помещение. Но главная причина это солнце. Как мы знаем, что солнце у нас выжигает хлор свободный. Поэтому здесь есть два решения. Либо мы ставим заведомую более мощную установку, чтобы она справлялась, не было падения просадки по дезинфекции. Либо есть добавление циануровой кислоты. Как правильно? Циануровая или циануриная? Циануровая. Циануровая. Спасибо. Циануровая кислота. Но в этом случае у нас есть отличный момент, что кислота добавляется всего лишь один раз. Если в системах используется в качестве добавок, то она добавляется каждый раз, с каждой канистры. А здесь мы ее добавляем только один раз. Также семейные или коммерческие. Коммерческие. Если у нас коммерческие, значит надо ставить вообще самую мощную систему, чтобы у вас не было просадок. Ну и вторая проблема это перепор. Перепор это когда испортят систему. Это вот любят, допустим, в Америке. У них вообще, значит, их сангбин свободный флот пятерка. Слышали такое? Пятерка. А да, откройте ради интереса. Мы-то боремся за 0.1-0.2, 0.3, там десятый считаем. То в Америке открываете двоечка, нормально. Вперед. Пойду страхи немножко там все сдохнет. Да, там страхи не нужны, но все сдохнет. то есть, для кого это было новость? Переходим в самые животрепечечные темы. Как я уже говорил, что некоторые у нас вставили установки, некоторые обожглись. И самая проблема номер один в бассейне это у нас что? Коррозия металла. Это комплексная проблема. И возможно, сейчас будут даже какие-то докладщики, которые мне помогут, у которых есть опыт. Я сегодня тоже наслушался. То есть, самое главное правило, мы ставим 316-ю нержавейку. Какой буквой? А я посмотрел, буквой L, несколь природистая, она тоже так же имеет те же свойства, те же стойкости к морской воде, просто она более механически, пластически обрабатывается. То есть, она нету, у них химостойкость у них одинаковые, что 316-е, то есть, что 316-е L. Это специальная морская нержавейка, она разработана для моря, где концентрация соли у нас в Черном море 18%, в Тихом океане 30% грамм на литр. То есть, там бешеное. Если в нашем бассейне 2 грамма на литр, то там 30-15 раз выше. Поэтому, клиента подводите плавно, говорите, ставим дорогую нержавейку. Тем самым, у вас увеличивается чек. Что хорошо. А не жарились, не жарились, все хорошо. А, допустим, если у нас ставят бассейны, бесплатные элементы, а винт и кирплей... Минтел лучше поменять. Где взять? Где взять? Я думаю, если... В магазине с нержавейкой. Магазине с нержавейкой. Но есть маленький нюанс. Вот он нюанс. Нет, я сейчас скажу, опасайтесь по телу. Сегодня я разговаривал, что есть такая жидкость, с которой можно определить, 34-ю нержавейку, вам продали, 36-ю. Ты знали, что такая жидкость есть? Она есть. Я всегда говорил, что она есть, это как тот же миф, когда что кто-то в бассейне кто-то есть, ну, помочься, там красная жидкость будет. Ну, как вы все об этом поговорили, но эту жидкость, ну, это средство нигде невозможно купить. Это миф. Так и... Вот. Так и с... Это жидкость. Оказывается, она есть, продается на Алиэкспресс. Стоит на 300 рублей. Мажете вашу нержавейку, она показывает вам, она у вас 36-я, или вас обманули. Что там выкидываешь? Нет, ну, где-то там, тихонечко, снизу. Вот что делать, если у вас 304-я, оно 304-я, вы очень ее любите. Нужно использовать, ну, первый вариант, это не... И вообще не использовать. Это самый правильный вариант. Второй вариант, надо использовать поручни вместо лестниц. То есть, коррозия идет на границе между водой и воздухом. Поэтому, делайте поручни, а используйте лестницы внутри бассейна, когда у вас коррозии не будет. Или вы используете жертвенные аноды. Вот, допустим, вы видите, они продаются, они из цинка, вешаются, видит, дописано даже. Full Tool фирма, написано здесь антиэлектролиз. То есть, это такая штука, это как на детском празднике торт. Еще он приводит. И цинк, обычный цинк. То есть, вы его вешаете, и король, как бы, приходит, тетя коррозия, первым делом, она будет есть жертвенный анод. Его принесем в жертву. Но, не надо... То есть, там он не стоит в 50 долларов, но этих штук, если вы по запросу цинк аноды, на Алиэкспрессе эти аноды по 100-200 рублей, их прямо много. Есть случаи, когда просто в стиммер кладут карбюратор от Жигулей. Он тоже из цинка. Ну, это такой. Лайфхак. Да. Давайте следующий файт. Ну, я тут немножко... Есть разные ситуации. Мне говорят... Поставили 316, она тоже заржавела. Либо вас обманули, беды 316. Есть такой... Это немножко... Науки, извините. Есть такой электрохимический ряд напряжения металлов. И в этом ряду все, что находится с этой стороны, это все жертвы. А все, что сюда, это все то, что защищено. Ну, как бы, даже цинковое ведро есть. Цинк защищает ведро. Катера обрабатывают днищу цинком. В Москвичи, помните, была реклама ИШ оцинкованный. Это все катодная защита. Вот. Но что у нас происходит? То есть, вот, вы смотрите, у нас состав железа, хром, никель. Никель – это состав неживейки. Если мы сюда поставим вот цинк, то есть он будет защищать все, что находится здесь. Но как только вы в систему ведете медь, бронзу, или что-то еще, как вы знаете, что вы теперь вот это, если вы не поставите цинка, даже 316, то вот нет у вас цинка, то у вас вот это будет защищать медь, бронзу, съедая нержавейку. Такой неочевидный факт. Это все, как бы, из американских источников бассейностроения. Слайд. Слайд. Какие еще коррозии? Есть электрокоррозия. Это когда разница потенциалов. Интересная история. Вот у меня купили полтроника, говорят, ржавеет. Я говорю, да как ржавеет-то? Мы его даже не включили, а он уже ржавеет. Я говорю, да это вообще как-то. То есть, как бы, соленая вода, а уже, ну, как бы, пошла ржавчина. Ну, я не знаю, с чего сделаны нам закладные. Был элемент, когда, допустим, продали закладную, она 316, а крепление 304, болты сзади. То есть, соответственно, в этом месте будет ржаветь. Есть как бы, разность потенциалов. То есть, пощипывает током. То есть, берете прибор, меряете, ну, это, если у вас напряжение, значит, у вас будет клетокоррозия. Вот, рассказали мне тут интересный факт, что, пассейн выключен, щиток отключен, а все равно ток пощипывает. Оказалось, что электричество приходит через систему подпитки воды. То есть, вода у нас проводящая, то есть, у вас есть на напряжение разность потенциалов. Ну, кто электрик, те поймут. Заземление. Заземление, это вообще спорный вопрос. То есть, кто-то заземляет, кто-то не заземляет. Я даже видел официальное письмо производителя нержавейки, который говорит, не заземляйте, хотя болты для заземления есть. Пойди разберись. Но вообще, по правилам, вы должны все заземлять, все делать, даже, если вы дома унитазы, ванны, раковину, и полотенц-сучителя, вы должны объединить и сделать в равнию потенциалов. Но проблема, что у заказчиков очень плохая земля. То есть, вы не сделали, подвели на землю заказчика, земли там нет. Получается, так как ваш бассейн самый емкий, он масса, допустим, а 40 тонн, то он является землей для всего вашего дома. Все токи, утечки, куда идут? Они идут в ваш бассейн. То есть, вы, получается, сделали электрокоррозию. Это должен ваш электрик в эти моменты отслеживать. Можно разориться, на авито купить прибор амметр, мегамметр, мегамметр, да, и проверять землю. Я вам попрошу, 90% этого не делают. Там ошибка, зачастую, что все путают заземление и зануление. Зануление, когда рабочий ноль идет на землю, это отдельно, и рабочий земля на земле отдельно. В этом вся ошибка, потому что рабочий ноль уходит на землю, соответственно, у нас начнется на розе. А если у нас идет микрофрон, я потенциал, давай. Сейчас прямо сэрнется. Выходи сюда. Приветствую. Я зовут Павел, компания Малибрики. Зачастую именно заземление, все, я считаю, закрутили заземление, все, ввели в щиток и все. Но зачастую электрики, которые вам обвязывают щиток, они делают заземление с занулением. То есть рабочий ноль у нас уходит на землю, на рабочую землю. То есть если у вас появилось сразу потенциалов, у вас получается у вас потенциал отсюда и рабочий ноль пошел. То есть у вас встреча и соответственно у вас уже начинается электрокоррозия. То есть эти вещи надо именно заземлять отдельным контуром, который у вас не должен ничем быть связанным. Тогда у вас не будет электрокоррозии. Это основной момент, потому что мы с этим сталкиваемся. Очень часто в микроэлектронике, в контроллерах и все. То есть это путают вещи. Вот заземлено, да, заземлено, а щитовой открываешь, то есть щитовой ноль и земля объединены, а также уже пошел контур заземления. То есть вот в этом ошибка. Вот. И если вот этого избежать, то соответственно вы уйдете от потенциала, то есть вы потенциал будете вгонять в землю. И как уже говорилось, то есть у вас очень четко нужно относиться там. Мегометр это мы проверяем сейчас точно не скажу, как прибор называется, именно который проверяет контур заземления. То есть при электролизе очень важно, чтобы контур заземления, который именно заземление, не зануление, то есть был по-своему завязан. Ну, как-то так. Слава вас. По-моему, это отличная цель информации. Именно мы здесь собрались для того, чтобы обменяться этой информацией. Так, организатор, следующий слайд. Господин, господин организатор. Побор нагревателей, то есть какие-то проблемы с ососами мы не обнаружили. Нагреватели нужно ставить исключительно титановые. Что это имеется в виду? Та часть нагревателя, которая контактирует с соленой водой, должна быть сделана из титана. Началось теплообменник, и это может быть наполовину титановый. Смотрите от производителя. господин организатор. Но это ошибка моя любимая. То есть у нас почему-то на Украине или в Украине, я буду говорить, вы на Украине, соляная кислота хорошо работает. То есть у нас соляная кислота это pH-минус. Все знают, что это pH-минус. pH-минус по сути делает кислота соляная либо серная. У нас в России в свое время очень было много соляной кислоты, но потом есть наркоконтроль, ее ввел в группу прекрусоров, из нее можно делать наркотики. Она пропала с рынков, ее было ее нигде не достать, она пропала. Ее место заняла серная кислота, которую у нее в аккумуляторе. Вот. Ну и она работает и работает. Но в чем здесь проблема? Тем проблема, что у вас вот формула всей школы, кто помнит, кто не помнит, но я напомню, H2SO4 при диссоциации у нас появляется субфатный остаток. Вы по сути нагружаете басы серой. Куда девается эта сера? Как правило, она связывается с кальцием, образует кальций СО4, это гипс. Гипс это трудно растворимый осадок, который химический способ практически не удаляется. Забивает ваши датчики, PH, Redox отпагается везде на пластинах. Даже, я помню, даже на композитных басы натеряется блеск. Допустим, такая история, что под водой вроде бы все синее, сливаешь воду, появляется такой белесый-белесый, белый-желтый слой. Это как раз наш любимый гипс. Удалить можно его только машинкой механической. Что же происходит, когда мы наливаем соляную кислоту? Соляная кислота при растворении образует у нас два иона водород и хлор. Водород уходит на понижение PH, а хлор у нас выполняет ионы соли в бассейне. То есть, ну, как бы, тут надо исходить еще из позиции, что в соленой воде логично использовать кислоту на основе соли. Там соль, тут соль. У вас получается очень органичное безотходное производство и у вас нижних химических элементов в бассейне нет. То есть, при этой системе, при системе электролиза у вас бассейн, скажем, экологичный, без лишних реагентов. Как бы, как бы, без апреля иных дыхан. Слайд, следующий. У нас в воде всегда есть кальций. Кальций у нас выделяется, если вы обратите внимание, на там, где идет, ну, грубо говоря, где идет нагрев. На чайнике, на нагревателе. У нас пластины тоже греются, в электроне. Даже те несчастные 40 ватт, которые он потребляет, они все равно нагревают пластины. Если вы частотником, поток сделать не минимальным, ваш пластина будет греться, у вас будет налипание кальция. Если в системе, в хорошей системе, всегда есть система очистки от кальция. Меняется полярность, пластин кальций вылетает. Обычно приходишь, там, раз в 12 часов эта полярность меняется, приходишь, на ступенек лежит отложение камня кальциевого. Я начал вам, что это такое, выплевывается система. Это прямо у вас шматки кальция. И что у вас получается? То есть, можно сказать, что электролиз избавляет систему воду от кальция. Если у вас какая-то скважина, неподготовленная вода, то все-таки делать подготовку подлива воды, делать систему устранения кальция. Это не страшно? В смысле, можно и делать, но лучше делать. Если вы не сделаете, что самое страшное может произойти? Я один раз это видел, ячейка прямо как зубная паста забивается. То есть, у него даже переполюсовки не хватает, чтобы скинуть себя кальций. И тут самая главная главная ошибка, это что многие пытаются почистить пластины щеткой металлической и чем-то еще. Почистили щетки, значит, вы убили пластины. То есть, ячейка стоит дешево. Почему? Потому что титан покрыт драгоценными металлами. То есть, толки в слое платины и рутения. Ой, это не платины, и ритии, и рутения. Это группа платиных металлов. Если вы возьмете щеточку, хотите потрете, вы просто это, там буквально это покрытие, несколько там, ну, тонкий слой. Если вы потрете, содрали, и через, там, через неделю у вас пластины работать не будут. Что нужно сделать? Если у вас есть соляная господаль 14-процентная, опускать туда ячейку, этот кальций накипь слетает. 3-5 или больше? Ну, вот рекомендую 3-5. Ну, еще скажу, у нас есть, как бы, мы выработали себя, что у нас есть средства. Стоит оно 1000 рублей. Берешь, опускаешь туда ячейку, 10 минут, и пластины, как только что заводы новые. Вот. Мы это попробуем. Слайд. Так. Ну, как бы, не, я не забыл. Это мне напоминание, что я должен здесь сделать какой-то вывод, да? То есть, я ночью готовился в презентации. Я вообще должен был выступать, как бы, завтра, в 5 вечера, а он так, на свежий перепонял, я на его месте. И поэтому, вместо того, что вчера пить коняк, я, как бы, с дочерью до 26 ночи готовил эту презентацию. И тут, да, и тут я вставил. А что я должен сказать? Что, возможно, я кого-то из вас напугал, что электролист это очень замороченная система. Есть такие люди? Нет. Звучит дорого. Звучит дорого. Это дорого, это объект, это дорогие объекты, это открывает вам ключ дорогим заказчикам, то есть, это открывает вам новый способ консультации клиента, то, что может следующий слайд? Да. Следующий, как за что мы, бассейнщики, любим электролиз? Мы, бассейнщики, подразумеваем те, кто уже, как говорится, в секте электролиза. То есть, во-первых, как сказали, это дорого. А что такое дорого? Это дороже, чем станция дозации продавать. Это вы продаете, ну, дорогую ижевейку. Вы, как клиент, если хочешь получить соленую, оздоравливающую, омолаживающую воду, то есть, он вынужден вам за все это платить. Но вы тоже, по другой стороне, весов, вы никого не обманываете, у вас появляются довольные клиенты. А почему они довольны клиенты и их любимые женщины? Господин организатор. То есть, напомним, плюс электролиза, за что мы его любим? Это у нас нет красных запахов, нет красных запахов, уже говорилось, нет красных глаз, не сушит кожу, не надо покупать химию, у нас оздоравливающая вода, омолаживающая кожа, у нас не сушится, потому что соль держит в воду, у нас релакс, и полный-полный как бы спа, комплекс вашим. То есть, если ваш клиент строит бассейн, вы должны говорить, не постройте, просто емкость для плавания. Если вы хотите, вы построите центр здоровья и омоложения, этот бассейн станет для вас центром отдыха. И это правда. То есть, это испытано, как бы, на всех женщин, которые, как бы, я снова все рассказывал, показывал, опускал, они говорят, да, это так. Вот такой недавно рассказывали элемент, ребенок ходит, ну, плавал в бассейне из электролиза, плавал, плавал, все хорошо, целый день не выходил на бассейн, а тут он приехал на другим, грубо говоря, скажем так, соседям, плавал, уходит, у него глаза красные, он говорит, пап, я не хочу занимать оккупацию. То есть, это случай из истории. То есть, ставив систему электролиза, я еще раз вам напоминаю, что на системе рынка, там, Америки, Австралии, это уже тренд, тренд, который уже, ну, завоевал частный сектор бассейнов, еще как бы из примеров, я помню, в 2007 году я был в Барселоне на выставке, я провел только одну установку электролиза. Вот в 2019 году я приехал опять Барселон на выставку и каждая компания представляет свою электролизную установку. То есть, ни одной компании, которую бренды вы знаете, которая делает систему обеззараживания, все представляют, все уже как бы это распробовали. Так, следующий. А теперь как бы надо подвести, есть? Все это прекрасно. Ну, я так понимаю, что среди вас как бы здесь большинство владельцев компании сидят, владельцы и руководители компании. Вы все ездите по выставкам, вы все это смотрите, вы такие, да, 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 цокать языком, хорошо, заработать, а потом вы приезжаете в свои офисы и говорите менеджерам, которые сидят, девочке, и говорите, давай продавай. о них, они не бум-бум, ну, как бы, вас не слышат. Поэтому вам бы хотелось, чтобы они как бы сами это делали, сами продавали, вы приносили, как бы сами зарабатывали свои комиссионные, а вам приносили прибыль. Как это сделать? А можно сделать только обучением. Следующий слайд. В феврале месяце, уже в следующем месяце мы организовываем школу не для вас, не для владельцев компании, а именно для менеджеров. То есть, что это делает? У нас получает странная выгода. Мы обучаем ваших менеджеров в формате онлайн, не надо плачать командировочный, никуда не ехать. Все рассказываем, показываем, как его в таком же формате, как продавать, как консультировать, как не допустить ошибок. Все обучаем, тестируем, выдаем сертификаты. В итоге вы получаете бесплатно подготовленных специалистов. Здесь нет никакого инфобизнеса, потому что в подготовке, то есть, это бесплатная система, потому что я заинтересован, чтобы вы продавали наши продукты. Поэтому этот продукт, эти курсы, это как раз всем нам выгодно. У кого есть телефоны, сфотографируйте, пожалуйста. У кого нет телефона, запишите. Вот ссылка, можно зайти зарегистрироваться. Ну и у вас есть наши контакты, тоже можете об этом уточнить. То есть, просто приходите и вашему менеджеру скидывайте ссылку, скажи, вот это. Дрехсер. Спасибо. Спасибо.